На широком пути бывает следующее – злоумие, развлечение, члевоуводие, пьянство, расточительность, непотребство, раздор, раздражительность, надменность, непостоянство и тому подобное. А за ними следует неверие, неповиновение, непокорность, последнее же из всех зол – отчаяние. А на тесном пути и узком бывает следующее – безмолвие, воздержание, целомудрие, любовь, терпение, радость, мир, смиренно-мудрие и тому подобное. За ними же следует бессмертная жизнь. Особенно блюди себя от вольности, чтобы не поработиться тебе многословию и бесстыдству, не сделаться радованием бесов и напоследок не расстаться с братством. Не столько дикие ослы опустошают хлеб, сколько вольность разоряет труды монахов. 110. Представим себе предстоящих земному царю и служащих кленному престолу. С каким вниманием и страхом предстоят они царю своему? Не тем ли более мы, как верные, должны предстоять небесному царю со страхом и трепетом и со всяким благоговением? 111. Поэтому не признаю хорошим взирать бесстыдным оком на предлежащие тайны тела и крови Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 122. И да убедит нас в этом Божественном Писании, говоря, трепетом был Моисей, не смел смотреть на купину. 133. Как я рассуждаю, три есть рода дреманий, которые смущают человека ночью. Первое случается испытывать брату по действию лукао, когда брат начнет петь псалмы. 144. Но если нет в брате лености, оно никакой не имеет силы. 155. Сильнее же тревожит, если обремененно чрево у брата яствами и питьями. 166. Второе находит на брата среди Божьей службы по собственному его нерадению. 167. Когда брат не употребит усилия достоять до окончания правила посреди службы, хочет оставить поющих псалмы и пойти спать. 178. Третье случается испытывать по требованию природы по окончанию правила обычной службы. 188. Не будь же нерадив. 189. Не слышал ты разве, как пророк Самуил, неоднократно званный, ни однажды не обленился встать, хотя был еще отрок. 199. Когда стоишь на службе Божьей среди братьев или наедине, чтобы славословить Спасителя нашего Иисуса Христа, 209. И потревожить тебя первый род дремания, заметив его, воспротися, 211. Что в полености своей не лишится тебе плодов служения Богу, но с твердостью терпи, хотя бы раз и два смежило очи твои дремания. 222. Не сходи с места своего, и обретешь великую пользу. 233. Пристрастие к ненасытному сну подобно страсти чревоугодия. 244. И если кто привык есть много, то и природа требует многого. 255. А если привык кто к воздержанию, то природа не требует много едения. 255. Примени к себе рыбаков. Всю ночь они проводят в бодрствовании, не оставляя своего дела. 265. Если же кто из них, обремененный сном, предавшись нерадению, уснет, 266. То когда встанет от сна, увидит, что ничего им не поймано, 276. И начнет окаивать себя за нерадение. 276. Тоже и с тобой будет, если придашься дремание и сну. 286. Как и пророк говорит, уснул же сном своим и ничтожа обритоша. 287. Солом 75. 6. 77. Как на море корабль, если сделается в нем малая скважина, 88. И не будет в скорости приложено старание от такой малости, 99. При всей своей громадности затопляется волнами. 910. Так тоже бывает и с душой, допустившей до себя вражеские прирожения, 1010. Если не воспрянет к создавшему ее. 1010. Нужны потому нам с тобой, братья, трезвение и великое смиренно-мудрие. 1111. Все лукавое приводится в бездействие сердечным обращением к Богу. 1111. Бывает, что иной берет сосуд, чтобы почерпнуть воды, 1212. Но не наполнив его водой, а прокидывает и разбивает. 1212. Подобен ему и тот, кто, вступив в обитель для стяжания совершенства христианского, 1212. Отмещет благодать Божию и возвращается опять к мирской жизни. 1313. Вера есть матерь всего доброго, и ею достигает человек исполнения на себе 1413. Обетование владыки и спасителя нашего Иисуса Христа по написанному «Без веры невозможно угодить Богу». 1414. Но многоплодное приобретение дьяволу неверие, которое есть матерь всякого лукавого дела. 1515. От него рождается двоедушие, которое есть нестроение. 1515. Муж двоедушный, сказано, не устроен во всех путях своих. 1616. Хочешь избежать соблазнов и пересудов? 1616. Приложи дверь к устам своим, о Господе, и отворотни очи свои, чтобы не видеть суеты. 1717. И избежишь того и другого пересудов, молчанием, особлазнов хранения мочей. 1818. И если не припобедим в себе этого, то куда ни пойдем, в себе самих будем носить врагов своих. 1921. Победи их, и будешь иметь покой, где бы ни жил. 1921. Прекрасны молитвы и пост, но их укрепляет милостыня, ибо сказано, милости хочу, а не жертвы. 1921. И Спаситель ублажает милостивых, блажены милостивы, ибо они помилованы будут. 2021. И Корнилию, что говорит ангел? 2121. Молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом. 2121. Не молитвы только, но и милостыни. 2221. Не пренебрегай церковной службы под предлогом какого-либо поделия. 2221. Как дождь возвращает семя, так церковная служба укрепляет души к добродетели. 2321. Не делай так, чтобы сегодня пребывать в безмолвии и внимании к делу Божию, а наутро ходить из келья в келью, или еще хуже, из селения в селение. 2421. Но постоянно безмолвствуй, помня, что в какой мере кто безмолвствует, в такой мере делается чистыми его помыслы, и в какой мере удаляется кто от безмолвия. 2521. Такой грубеет у него ум. 2621. Страх Божий – крепкий столб перед лицом вражеским. 2721. Не разоряй этого столба, и не будешь взят в плен. 2821. Привернись к человеколюбсу, с пророком вопия в благости его. 2921. На тебя, Господи, уповая, да не постыжуйся вовек. 3021. Правдуй твоей избавь меня, исхить меня. 3021. Тогда и Господь скажет тебе, «Я буду с тобой, и не оставлю тебя, и не презрю тебя. Крепись и мужайся». 120. Будем великодушны и понесем тяготы друг за друга, усиливаясь восставить падших и попавшихся в плен врагу. 120. Какой воин, увидев, что товарищ его взят в плен врагами, не вступает в борьбу и не сражается с ними, чтобы исхитить товарища своего из рук, взявших его в плен? 121. Когда же не в силах он избавить его, тогда плачет и печалится, воспоминая о друге. 122. Не гораздо ли более мы должны друг за друга полагать души свои? 133. Ибо Господь и Спаситель наш Иисус Христос сказал, «Нет больше той любви, как кто душу свою положит за друзей своих». 144. Человек, проводящий в нерадении дни свои, сам себя обманывает, вовсе не помышляя о благах, какие уготовил Господь праведным, и о наказании, уготованном грешникам, без всякого страха, предаваясь утехам. 155. В таковом лукавый приводит в действие всякого рода плотские похотения, а он не в состоянии заметить этого, как ворота не замечают входящих и выходящих ими, потому что похоть, поселившись в уме его, омрачила очи его. 166. Бегой вольности и смеха, чревоугодие обузовый воздержанием, серебролюбие и нестяжательностью, много глагола немолчанием, нетерпением сидеть на месте, пребыванием в теле, леность с памятованием будущих благ, непокорность смиренно мудрием, более же бегой вольности, которая, по моему разумению, есть начало всех зол. 176. Если не обуздаешь ее, она сделает тебя бессыдным. Обуздав же ее, блажен будешь, ибо, говорится, блажен муж, который боится всех по благоговению. 177. Будь внимателен к себе, чтобы не потерять тебе времени своего в нерадении и рассеянности. 188. Насадил ты себе виноград, обнеси его оградою. 199. Приобрел ты себе сад, охраняя плоды его, чтобы возвеселиться тебе под конец. 209. И не пускай свиней своих, новозделанные трудами твоими, чтобы они не опустошили того. 211. Что пользуешься, если один день строим, а два разоряем? 222. При таком образе действования, как дело придет к концу? 222. Всякого рода приманки греховные рассеяны во всем человечестве, чтобы человек непрестанно боролся за умом. 233. Но иной борется, а иной поддается увлечению и падает. 244. И падает один в одном, другой в другом, соответственно, предрасположению каждого. 255. Не бывает это без участия врага, но и он соображается с предрасположениями нашими. 255. И он всегда, когда захочет связать какого-то человека пожеланиями и греховными, связывает его теми, которыми он услаждается. 266. Чтобы, услаждаясь узами, не захотел он когда-либо развязать себя. 266. Связывающий нас хитр и хорошо знает, чем и кого как связать. 277. Знает, что если свяжет кого невольными узами, ум тотчас разорвет узы и скоро отбежит прочь. 278. Поэтому связывает каждого, чем он услаждается и прохлаждается. 288. Оттого мы и связаны, будучи не тужим и радуемся тому, и уловлены, будучи кичимся тем. 299. Кичимся потому, что связаны, например, с завистью, коль скоро не связаны с прелюбодеянием, 299. Почитает себя ничем не связанным. 309. И связанный с тщеславием, коль скоро не связан явными неправдами, думает о себе, что свободен от всяких уз. 311. Каждый из связанных не знает своих уз и не ведает сетей, разложенных ему. 311. Все они стражду к неведениям упившихся. 322. Связанный, как упоенный, не знает, что он связан. 332. От вина забывает об узах и в упоении не видит около себя сетей. 343. Имея во внимание, что примесью страсти греховной портится и уничтожается всякое добро. 354. Уничтожается правда, когда примешивается к ней низкое коварство. 364. Повреждается непорочность, если коснется ее походливости. 374. Уничтожается вера, если будет внимать прорицанием. 385. Омрачается благотворительность, если возымеет гордыню. 395. Пострамляется пост, если дать при нем место осуждению. 406. Внимая же себе и не допуская таких добро-губительных примешений. 407. Каждый член обязан ты приличным образом оберегать от вредного. 418. Если тело твое чисто от блуда, береги уста свои от осуждения других. 418. Уста не могут любодействовать, но могут лгать и клеветать. 429. Если один твой член невинен, а другой виновен, то с осуждением одного этого члена весь ты подлежишь осуждению. 429. Не пренебрегая осуждением, как чем-то малым, из примера тех, которые бывают добычей ловцов, научись не пренебрегать и самую малостью. 4310. Случается, что птица задерживается в сети небольшим ногтем, и концом ничего не стоящего ногтя смиряется и преодолевается могущество крыл. 441. И хотя птица совершенно вне сети, однако же вся ею уловляется. 451. Будем бегать недоброго помышления, потому что помышление судится наравне с поступками. 461. Приступим к доброму помышлению, которое от испытывающего советы сердечные получает награду наравне с делами. 472. Намерение есть уже дело, потому что в нем, как все производящем, водружено основание нашей свободы. 482. Милостивый Господь снабдил нас орудиями против всяких нападений вражеских. 493. Только не ленись действовать ими, и не потерпишь вреда. 504. Если враг пустит в нас своими разжженными стрелами, то мы имеем у себя необоримый щит, молитву. 505. Если вознамерится он пленить неправдой, прибегнем к правде и спасемся. 516. Если вознамерится уязвить тебя человека ненавидением, встречая его могуществом человеколюбия. 526. Если берет тебя гордостью, сразись с ним смиренно мудрием. 537. Если возбуждает плотскую похоть, облекись скорее в броню целомудрие. 548. Если нападет на нас ненасытности, сделаем себе крылья, пост. 559. Так и есть стрелы у врагов наших, есть стрелы и у нашей немощи. 559. Поражение в броне бывает не от недостатка орудия, а от невнимания и нехотения употреблять их. 561. Что пользуясь, если имеет кто все, но не имеет любви спасающей? 571. Если кто сделает большой обед, чтобы позвать царя и князей, и все приготовит богато, чтобы ни в чем не было у него недостатка, но нет у него соли, можно ли будет вкусить такого обеда? 581. Без сомнений, невозможно. 591. То же и здесь. 591. Приобрел ли кто девство, постился ли, совершает ли бдение, молится ли, дает ли приют бедным? 601. Думает ли приносить дар или начатки или плоды, строит ли церкви, другое ли что делает? 611. Без любви все это ни во что не изменится у Бога. 130. Позаботимся о стяжании вечных, обетованных нам благ. 621. Приложим об этом старание, пока не стемнело, пока не кончилось торжище. 631. Сотворим себе для тамочной жизни друзей из бедных и неимущих. 631. У них купим себе елея и пошлем туда вперед себя. 642. Ибо здесь для тамошних светильников продают елей вдовы, сироты, немощные, увечные, хромые, слепые и все нищие, которые сидят у дверей церковных. 642. Когда станешь перед Богом на молитву, смотри, чтобы прекрасных органов, орган, на которых поешь Богу, то есть помыслов твоих, не расхитили враги твои. 653. Как или чем будешь служить Богу, когда отнят у тебя твой орган, то есть плененые помыслы? 663. Служение Богу требует, чтобы помыслы, вся крепость и сила души и весь ум не рассеянно напряжены были к Богу. 674. К золоту своему не примешивай меди или свинца, то есть к душе твоей многих и нечистых помыслов. 674. Как дева, обрученная мужу, если обольстят другие ее, делается мерзкой в очах его, так и душа, увлекаемая нечистыми помыслами, не дающая на них согласия, мерзостно небесному жениху своему Христу. 68. Она должна всевозможной избегать связи с этими помыслами и не услаждаться согласием на оное, чтобы Господь, увидев ее любовь к себе, возблаговолил к ней и пришедший погубил врагов ее, которые покушаются отвратить мысли ее от него. 69. Ибо, как скоро Господь и виск, душа усиленно старается быть собранной в себе, непрестанная вся Господь, ожидая ее ночью, и вот и я к нему днем, 70. Своему не умею сотворить за нее отмщение и очистить ее от порока, какой еще в ней есть, представить ее себе, как ненимущую скверну невесту. 70. Представить ее себе, как ненимущую скверну невесту. 71. Отверзи сердце свое, решись вожделевать Бога все дни жизни своей. 72. Вожделевать Бога всегдашнее усложнение и просвещение, и всегдашняя радость. 73. Если всегда вожделеваешь Его, Он всегда будет обитать в тебе. 74. Он обитает в душе, боясь, что Его, исполняет волю возлюбивших Его. 74. Хочется ли быть святым и непорочным храмом Божиим? 75. Всегда и имея в сердце в своем образ Божий. 75. Под образом Божиим, разумея, не изображение красками, но тот образ, который живописуется в душе, добрыми делами, постами, бдениями, пристияниями в добре, воздержанием, молитвами. 76. И краски для этого небесного владычного образа суть – чистые помыслы, совлечения всего земного и чистая всегда жизнь. 77. Из мира и в подвижеческой жизни никто не венчается без борьбы. 78. Без борьбы потому никто не может получить неувидаемого венца и вечной жизни. 79. Ибо настоящая жизнь всегда подобна поприщу. 79. Хочешь оказаться в борьбе совершенным? Всегда будь облечен в добродетели, как в орудия борьбы. 80. Облекся ли в добродетели? Непрестанно употребляй усилия, не совлекайся ее. 81. Старайся стать подражателем жизни и добродетели преподобных отцов. 81. Иди путем их жития и подвязайся, как и они. 81. Подвязайся умом, подвязайся духом, подвязайся телом, будь подвижником и в одежде, будь подвижником и в пище, будь подвижником и в языке, будь подвижником и во взоре, будь подвижником и в помысли, чтобы во всем оказаться совершенным. 81. Будь внимателен к себе, чтобы во время молитвы не быть рассеянным. Когда станешь на молитву перед Богом, стой перед Ним со страхом и трепетом. Кругом отсеки от сердца своего помысла и попечения о всем земном. В час молитвенной всесело будь небесным ангелом и приложи старание, чтобы молитва твоя была свята, чиста и нескверна. Чтобы увидев ее восходящую горе, небесные врата тотчас отверзлись пред ней, чтобы, видя ее вастекшие туда, ангелы и архангелы все с весельем встретили ее и принесли к святому и превознесенному престолу Пречистого Владыки. Так в час молитвенный подвергайся перед Богом, повергайся всегда, как Херувим и Серафим. Брань твоя не какая-нибудь обыкновенная, напротив того, все ангелы и владыка их смотрят на брань твою, какую ведешь со врагом. И так, когда ты сделаешься победителем врага, Бог и ангелы будут рукоплескать тебе, и ангелы, радуясь, прославят Бога, даровавшего тебе силу победить лукавого. Для того и брань усиливается более и более, что и ты стал благоискусным, и Бог прославился, и люди стали тебе подражателями. Не приходи в нерадение от изнеможения, но имей в виду упование, ибо где подвиги, там и награды, где брани, там и почести, где борьба, там и венец. Взирая на это, умощай себя уроками терпения. Взывай к себе непрестанно, возглашаяся святыми, мужайся, и да и укрепляется сердце твое. «Потерпи, Господа, приготовляй дела твои к исшествию, приведи все в порядок в поле своем, а поле есть жизнь это, возьми добрый заступ, Новый Завет, огороди владения свои терниями, сделай изгородь из колючих произрастений, постом, молитвой и учением. Если будет у тебя такая ограда, то ним зайдет зверь, то есть дьявол, как прекрасный виноградник возделывает душу свою, и как стерегущие виноградники бьют в ладоши и громко кричат, и таким шоумом останавливают злоумышленников. Так делай и ты. Возвысь голос, восклицаешь в псалмопении и прогонишь хитрого зверя, лисицу, то есть дьявола. Не пристанно наблюдая за врагом, если будет пожелание свое устремлять на дела непрестонные, и если в душу твою станет метать, как бы испрощись скверными помыслами, противопоставь щит веры и возложи на себя шлем упования, извлеки меч духовный, который есть Слово Божие, и вооружась так на врага, терпи и не будь нерадивым в брани, напротив того трезвись во всем, говоря, знаем мы его замыслы. Когда взойдет в тебя лукавая мысль, извлеки меч свой, то есть восставь сердце страх Божий и посечешь всю силу вражью. А вместо воинской трубы употребляй Божие Писание. Как труба звуком своим собирает воинов, так и Божие Писание, взывая к нам, собирает благие помыслы. И приведя их в строй страхом Божиим, составляет из них полк противоборства врагу, ибо помыслы наши, подобно воинам, сражаются с врагами царя. И еще, как труба звуком своим во время брани и в юных борцах возбуждает готовность идти на сопротивников, так Божие Писание возбуждает свою ревность к добру и укрепляет себя к борьбе со страстями. 141. По мере сил своих принуждай себя как можно чаще читать Писание, чтобы оно собирало твои помыслы, которые враг рассеивает своим злоощищрением, влагая в тебя лукавые мысли между тем, как он наносит тебе или частые скорби, или доставляет тебе много успехов и житейских удобств. 152. Делает же он это по своей злокозненности, с намерением удалить человека от Бога. 153. Будь трезвен и старайся всегда прилежно заниматься чтением, чтобы оно научало тебя, как избегать сетей вражеских и достигнуть вечной жизни. 164. Чтение Божественных Писаний приводит в собранный сблуждающий ум и дарует ведение о Боге. 165. Ибо написано, упразднитесь и разумеете, ибо с нами Бог. 176. Слышишь, что ведение Бога приобретает тот, кто с чистым сердцем упражняется в чтении Божественных Писаний, потому не будь неродив, но упражняйся в этом чтении и в молитвах, чтобы просветился твой ум, и тогда стать тебе совершенным и всецелым, и ни в чем не иметь нужды. 187. Иные хвалятся, беседуясь с вельможами, князьями и царями. 198. А ты хвалишь тем, что в Священных Писаниях беседуешь со Святым Духом, потому что через них глаголит Дух Святой. 209. Старайся читать Божественное Писание и постоянно пребывать в молитвах, ибо всякий раз, как беседуешь ты с Богом посвященствам тех, освящается у тебя тело и душа. 211. Зная это, старайся чаще упражняться в них. 221. Если не умеешь читать, не отходи оттуда, где можно слушать и получать пользу. 222. Ибо написано, если увидишь мужа разумного, утренний к нему, и стирай пороги дома его. 233. Это полезно не только неумеющим читать, но и умеющим, потому что многие читают и не знают, что читают. 244. Смотри, чтоб, когда хочешь читать, не прерывал тебя враг, наводя уныние или рассеянность, или говоря, сделай сперва такое-то дело, так как оно невелико, и потом со спокойным духом будешь читать. 255. Внушая это, он особое усердие возжигает к рукоделию, чтоб поскорее отвлечь тебя от чтения. 266. А это делает он, когда видит, что брат читает прилежно и получает от того пользу, стараясь отвлечь его от этого занятия и воспрепятствовать ему этим и другими предлогами. 277. Не верь ему, но будь как олень, жаждущий и желающий прийти к источникам водным, то есть к божественным писаниям, чтобы пить из них и утолять жажду свою, палящую тебя страстями. 288. Когда Господь дарует тебе прочесть и узнать, какое слово из писания, позабося, чтобы оно не проходило мимо даром, но поучайся в нем умом своим, напечатлей его в сердце своем и неизгладимым сохранив памяти своей, ибо написано в оправданиях твоих поучуся, и еще в сердце моем скрылся веса твои. 298. Когда читаешь, читай с усердием и прилежно, с великим вниманием останавливайся на каждом слове, и не листы только переворачивать старайся, но если нужно, не поленись и дважды, и трижды, и несколько раз прочесть стих, чтобы выразуметь силы его. 150. Когда садишься читать или слушать читающего, помолись прежде Богу, говоря Господи Иисусе Христе, «Отверди уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса твои и исполнить волю твою. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего. 150. Уповаю, Боже мой, что ты просветишь сердце мое. Всегда так моли Бога, чтобы просветил ум твой и открыл тебе силу слов твоих». 150. Многие, понадеявшись на свое разумение, впали в заблуждение и, думая быть мудрыми, обезумели. 150. Приобрети безмолвие, как крепкую стену, потому что безмолвие поставит тебя выше страстей. 150. Ты будешь вести брань сверху, а они снизу. 150. Приобрети же безмолвие страхи Божьем, и все стрелы вражьи не сделают тебе вреда. 150. Безмолвие, сопряженное со страхом Божьим, есть огненная колесница, которая приобретших его возносит на небеса. 150. Безмолвие, матерь сокрушения, зеркало грехов, колодец неудержимых слез, училище назирания за помыслами и рассуждения их. 150. Утверждение поста, преградочие воугодии, поприще упражнения в молитве и чтении. 150. Умерение помыслов, необуреваемая пристань от забот, благое и легкое иго, успокаивающее и носящее носящих его. 150. Родительница благоговения, узилище страстей, узда для очей, языка и слуха. 150. Вина нестяжательности, плодоносная нива Христова, приносящая добрые плоды. 150. Приобрети себе эту благую часть, избранную Марии, которая, съев при ногах Господа и прилепившись к Нему, единому, стала образцом безмолвия. 150. За это и похвалил ее Господь, сказав, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. 150. Видишь, каково безмолвие? Сам Господь хвалит приобретшего, то приобрети же безмолвие и насладившись Господом. 150. Присидя у ног его и прилепившись к Нему, единому, так что можно будет тебе сказать с дерзновением, 150. Прильнула душа моя к тебе, меня же приняла десница твоя. 150. Болезни не вдруг делаются неизлечимыми, но, получив недоброе начало от нерадения, переходит в безмерные повреждения. 150. И страсти в душе возникают от малой причины, но если не бывает истреблены, производят безмерное расстройство в душе. 150. Видишь, как на меди зеленый рубец делается глубже и глубже? 150. Разумею поэтому, что производит в душе страсть при нерадении? 150. Если не очистишь ржавчины, то не выведешь пятна, а если не изнуришь естества плоти, то не успеешь прогнать от себя страсть. 150. Ржавчина тесно соединяется с медью, так и страсть укореняется в природе. 150. Кто вычистит меч, пока не заржавел, а тому же о ней нет забот. 150. Кто облечет душу добродетелью, тот не будет в опасности, тот не потерпит искрытного прирожения зла. 150. Медь от очищения принимает блеск, как одежду. И если вычищенная медь, не поврежденная еще ржавчиной, то долго служит употреблении. 155. Противно уже случайно, введенный блеск обманчив. Сосуд тут бывает непрочен и скоро портится, как сделано из поврежденной меди. И душа, если распленная уже приступает к добродетели, то впадает в колебания, а от колебания в распление. 155. Как душа в соединении с увлажненным телом делается плотскую, так и тело при нетлении души в единении с Семенем Божиим делается духовным. И святой Павел различает людей духовных и плотских. Он знал, что и плотские имеют душу, и духовное тело, но по причине преобладания того, чего в человеке больше, именование преобладающего усвояет целому человеку. Если в человеке плоть преобладает над душой, то он плотской, а если преобладает душа, то он духовный. И в другом месте, давай тоже разуметь, говорит он, плоть противится духу, дух же плоти. Так что дело не то, что хочу. Евангелие сказала, что Царство Небесное принадлежит усиленным искателям. Дух усиливается возвести природу к Божественному, потому что природа плоти увлекается к земному. Это усилие духа над природой есть брань и производится двояким образом. В новоначальных, чтобы не войти им в единение с плотью, и в совершенных, чтобы и самое тело сделать духовным. Если главная в человеке бессмертная душа, то нет неправды у Бога, что он обратил человека к нетлению. Не делает он принуждения сложной человеческой природе, а только побуждает силы и духа самоохотно привлекать к нетлению плоть, как рабу, растленную грехом. Как в огненном горниле и медь принимает вид огня, так и тело одухотворяется, если срастворяется нетлением. Тоже медь, зарытая в землю, съедается ржавчиной и обращается в прах. Так бывает и в плоти, погруженную в страсти. 157, том 2 Добротолюбия Ефрема Сирина, уроки о подвижничестве, страница 470. Как святые относятся к плоти? Природа плоти требует покоя, а они стараются более о сокрушении ее и озлоблении. Природа наша, поврежденная, плоская, услаждается славою. Они же, хулимые, утешаются и стоят дела свои. Природа плоти требует вкушения пищи. Они же изнуряют ее постами, истощают подвигами. Природа имеет склонность к брачной жизни. Они же обуздывают ее воздержанием и отсекают все причины к возбуждению похоти. Природа гонится за удобствами жизни, а святые, когда делают им обиды, терпят, когда окрадывают их, переносят великодушно. Вообще совсем отрешаются они от плотской жизни по слову Господа. Возьми крест твой и следуй за мною. Тому же учит и апостол, говоря, умертвите члены ваши земные. Не создание Божие осуждает он на заклане, но желает оживотворить плотское, умертвив неестественное в нем усилием духа. Не сказал он, умертвите телесные члены, но члены земли. Какие же это? Блуд, нечистоту, похоть злую, любостяжание и все тому подобное. Всем подобным услаждается плотской человек, унижаемый и расплеваемый грехом. Грех делает насилие природе. И тогда природа вместо довольства предается ненасытности, вместо утоления жажды питьем пьянству, вместо брака блуду, вместо правды неправди, вместо любви неприязни.